Россияне плачут, теперь при въезде в Европу запрещено провозить с собой мобильные телефоны, ноутбуки, женские платья, зубную пасту и еще много чего еще. Привыкшие к подсанкционным айфонам, они не могут понять, как и почему такое происходит. А все это политика, которой россияне не интересуются. Их страна варварски напала на Украину, и из-за этого для жителей РФ въезд в страны Европы и США будет только ужесточаться. Я даже не знаю, вот эти вот люди, которые придумывают вот такие санкции, у них что в голове? Что у них в голове вообще? Как можно запретить людям проводить вещи? Одежду? Как можно запретить людям проводить свой телефон? Я, которая вчера купила себе, типа, еще обувь, сумку. Они еще и новые, вид у них нового. Неважно, в общем, у меня два или три чемодана вещей будет, которые все новые. Я их собирала, я их шила, чтобы все ввести. И там у меня было все, как я хочу. И мне папа подарит айпад новый, для того, чтобы я на нем училась, и чтобы у меня не было никаких тетрадей. Это просто, я не понимаю. Как можно переезжать без вещей? Россияне тоже плачут, однако их слезы не из-за падающих на голову бомб, а из-за того, что в Европу они не могут взять свой телефон, ноутбук, или новую сумочку, купленную вчера на распродаже. Напомню, что также запрещен въезд в Европу на автомобилях с российскими номерами. Вот так легко Европа смогла заставить россиян плакать. Одним словом, россияне должны заезжать босиком, а все остальное конфискуют таможни. И вообще, русскомирцам нечего шастать по натовским странам, пускай ездят к себе в Омск и Воронеж, там тоже есть шпили, которыми можно любоваться.